Я поднимаюсь в священной дамбу, которую наши прадеды построили. Малик Баймагамбетов, как и все местные жители, очень гордится подвигом своих предков, которые своими руками возвели эту дамбу. Работы начались в 1924 году и продолжались два года. Для строительства плотины Албар-Багет использовались бревна, которые доставлялись на верблюдах из Аман-Карагая, а это за 500 километров от места. Работу плановую устроили. Асекен, знающий Адам, ему дали, чтобы каждый день норму, один куб метр каждый должен. Там три человека организовали, одна корова, два старуха и пески. Ему дневной норматив, если ты один куб метр дамбу положил, можешь отдохнуть. Чтобы порывы воды не порорвали почву, в нее вплетались циновки из прутьев. С другой стороны, плотину нагромождали мешками с землей. Таким образом, протяженность заграждений реки Кабырга, построенной без серьезной техники, составила 17 километров. Чтобы построить эту плотину, люди сплотились. Первый год, 24-й год, на плотину в боковые части проводили запруднительные работы. Для этого делалась сплетенная цинковка. Их плели наши опайки из камыша, тростника. В следующем, 25-м году, на основную половину плотины тоже проводили ремонтные работы. Плели для 18-метровой глубины за два месяца. Каждому человеку было дано задание сплести пруд на пять кубов земли. Работами в пойме реки Кабырга руководил Айсин Руманов. Этого человека здесь считают настоящим героем. В селе ему установили бюст. Такое почитание понятно. Благодаря плотине в местности появились орошаемые пастбища. В годы советской власти западная часть Албар-Багета обеспечивала водой шесть совхозов, а восточная часть – еще пять. Да и сейчас плотина продолжает нести свою важную роль в развитии животноводства. Но людям 90 лет назад удалось создать и совершенно не похожий для Тургая природный пейзаж. Это почти райское место находится в 70 километрах от Тургая. Оно практически спрятано от посторонних лиц. При этом местные могут показать здесь замечательные заводи. Кстати, как рассказывают местные жители, в этих заводях можно не только прекрасно отдохнуть, но и порыбачить. Улов, говорят сельчане, будет обязательно. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжина, РТН, Жанкельдинский район.